Только мы видим возможность начала новой эры, новой эры с компанией Эверт Нетворк, которая входит в группу компаний корпорации Эверт. Давайте посмотрим. Мы сегодня, я уверен, что находимся там, где другие будут через десять лет. Почему я так амбициозно сделал? Я вам объясню почему. Потому что корпорация Эверт на старте уже имеет то, что другие компании идут к этому десятилетиями. Во-первых, мы имеем опыт. Опыт благодаря многим людям с разных стран, которые присоединились к нам, имеющим большой опыт именно сетевого маркетинга, каждый со своим характером, своими эмоциями, амбициями. Но при этом все мы дышим одним дыханием, мы имеем один дух. Дух имеем компании Эверт. Во-первых, мы также имеем, во-вторых, мы имеем самодостаточность. Потому что корпорация позволяет компании Эверт Нетворк иметь полностью быть самодостаточной на сегодняшний день. Мы являемся свободной компанией, не зависящей ни от каких внешних вещей, ни от сколько каких-то будет продано, не зависящих от того, что о нас говорят. Мы являемся полностью свободной, как вы видите, что говорят достаточно много, не самое лучшее, но при этом всем я уверен, что это только позволяет нам создать правильный фундамент, потому что ответив на это все мы можем только не словами, а действиями, которые компания ежедневно их делает. Это глобальность, друзья. Если вы посмотрите на сейчас, на данный момент, на эту карту, которая есть на этом слайде, вы сразу же можете увидеть, где находится уже представительство компании. Лос-Анджелес, Сюдат-де-Мехико, Латвия, Талин, Эстония, Барна, Болгария, Москва, Казахстан, Азербайджан. Уже готовится также Украина во Львове и в Киеве, готовится сейчас офисы в Турции, в Сибири, в Польше, в Германии и других странах. Поэтому здесь вы должны понять, что компания работает очень глобально. Мы не сосредоточены на конкретно каком-то рынке. То есть мы заходим с разных странах в разные моменты, при этом мы очень спокойно и свободно себя чувствуем, потому что видим определенные движения, продвижения, которые есть у нас. Поэтому здесь тоже, друзья, глобальность очень важна, что мы как бы не зацикливаемся на какой-то стране, а медленно, но очень уверенно развиваемся, делаем паутину сетевого маркетинга. Актуальность. Я считаю, что то, что пропагандирует компания ежедневно, благодаря вашим советам, благодаря нашей общей рабочей сотрудничества, мы делаем вещи очень актуальными. Давайте посмотрим, почему. Это телевидение в Лос-Анджелесе, это экстра хорошее приложение, тот же браузер, социальная сеть, наш ад и другие очки виртуальной дополнительной реальности. При этом все, конечно, сейчас это все выводит достаточно сыро. То есть как бы даже после презентации в социальной сети мне спросили, почему сразу нельзя зарегистрироваться. Объясню, потому что даже Apple, когда делают продукт, продажа начинается через неделю, через 10 дней. Это нормальная практика, поэтому здесь не пугайтесь, все готово, как я вам показал во время презентации, как социальную сеть, как наше приложение Ad, что мы нуждаемся времени после официального релиза, для того, чтобы дальше вы могли им пользоваться. Поэтому будьте уверены, что в конце года вы сможете пользоваться спокойно, как вы уже можете пользоваться браузером. И при этом я вас приглашаю к тому, чтобы вы уже начали его скачивать и пользоваться только ним, как на вашем MacBook, Windows, либо на вашем каком-либо гаджете. Так далее, когда будет полностью доступна бета-версия социальной сети, чтобы мы медленно переходили работать в ней. Окей? Хорошо, друзья. И также инновационность. Собственно, инновационность наша есть в том, что мы объединяем многие вещи, которые достаточно сложно объединить. И при этом всем, что компания является достаточно новой и достаточно сырой на самом деле, я как CEO корпорации беру на себя ответственность сказать, что мы движемся в правильном направлении. Я вижу, что у нас очень хорошая команда, и при этом всем я вижу, что она имеет правильный курс, имеет правильные амбиции, имеет правильное видение. И я знаю, что то, что как бы я взял на себя эту ответственность, которая очень большая, очень громкая, позволит нам всем идти правильно в правильном направлении. Потому что многие люди потеряли свое имя, многие люди потеряли не просто деньги, многие люди потеряли надежду, веру в то, что с той ситуацией, в которой они сейчас находятся, можно выйти. Я конкретно вижу, что здесь мы строим то, что многие люди действительно искали. Мы нашли пункт, который очень важен, это стабильности и правильной перспективы. Потому что в любом случае, если нет перспективы, говорить можно много, но только нет куда двигаться. Вы все прекрасно увидели перспективу огромную, увидели офис, увидели профессионалов, увидели хороших сетевиков, увидели топ-менеджеров, увидели лучших из лучших, на мое мнение, которые будут помогать нам вести нас вперед. И пусть другие говорят, пусть другие пишут, пусть другие не верят вам, не верят мне. Мы докажем не просто красивыми вебинарами, красивыми видео, роликами, а мы доказываем фактами конкретными, потому что вы все уникальны. Я верю в каждого из вас и благодарен каждому из сейчас присутствующих 62 человека в том, что вы создаете действительно историю. Потому что вы невероятны, вы великолепны. Я вам крайне признателен, что вы верите в то, что мы действительно создаем. И если у вас упала мотивация, если вы думаете, что все закончено в реальности, я вам хочу точно сказать, что все только начинается. И никакие видео, никакие слова, никакие форумы, никакие статьи, никакие чаты не помешают нам создать общее дело. Потому что мы имеем общий дух. И когда все люди стоят в одно целое, один кулак, мы можем бить точно, куда нам нужно бить. Поэтому, друзья, не переживайте, не бойтесь, потому что мы двигаемся в правильном направлении. В направлении Эвернет и в направлении тех, которые хранят благополучие. Если говорить в общем о корпорации, я считаю, есть поистину совершенной. Потому что мы способны себя обеспечить как концептуально, так интеллектуально, так и материально для нашего и твоего благосостояния и процветания по всему миру. Потому что по всему миру работают успешные компании, которые имеют конкретную цель. Вы скажете, друзья, елки-палки, а почему оно так все как-то сложно? А что Microsoft создавался одним днем? А Google тоже создавался одним днем? Многие имеют ожидания, почему так плохо, почему так, почему все друзья? Так потому что это нормальная вещь. Все создается временем и только время ставится на свои места. Поэтому есть направления, которые мы объявили официально, которые не задействованы. Потому что я не считаю правильным и нужным делать все постоянно, все 20 направлений одновременно. Это невозможно. Поэтому выбрали целенаправленно, точечно то, что я считаю и что я принял для себя решение в конце концов. Потому что я слушаю советы разных людей и в конце концов принимают то решение, которое я считаю нужным. И слава Богу, я думаю, что вы рады тоже, что важно, что принимает решение один человек в конце концов, на которого нельзя добавлять каких-то внешних сил и так дальше. Поэтому таким образом мы сплотимся как один палат и будем двигаться вперед. Мы очень ценим ваше доверие, гарантируем каждому определенные вещи. Это наша открытость и те, которые были здесь на корпоративе в Риге, увидели, что мы компания, которая полностью открыта. Мы откровенны и вы это услышали от меня, что я говорил вам по факту все как есть. И при этом всем уверенно вам говорю, что я вижу процветание компании дальше. Я думаю, что вы еще скоро узнаете, какой штаб топ-менеджеров вошел в развитие самой корпорации. То есть вам, в принципе, как сетевикам, которые работают в Эвертнетворк, собственно, эти люди не будут вам каких-то иметь определенных отношений, но они будут помогать мне развивать компанию так, как я этого вижу. Я веду переговоры с разными успешными людьми, то есть уже в Америке подписан, да, те, которые знают, кто с вами будет работать, консультировать. Сейчас в Европе веду переговоры. Я верю, что эти люди помогут мне создать ту компанию, которую я мечтаю иметь, которую каждый из вас хочет сделать, который из вас каждый видит, каким будет Эверт. Потому что только таким образом корпорация может двигать компанию, потому что мы сейчас сделали направление технологии, перенесли мы в Латвию. В этот офис здесь сейчас нахожусь, как вы видите, я сейчас сижу в офисе, потом покажу наш талисман, нашу попугайшу Эву. Вот, Эстония же сейчас занимается непосредственно, скажем, делами направлений юридических и экономических через наше акционерное общество и будет заниматься только социальной сетью. То есть мы, скажем, разделили некоторые обязательства, чтобы был определенный узкий профиль каждой компании для большего, скажем, коэффициента, для лучшего коэффициента полезных действий. То есть в любом случае это дело корпорации, собственно, ваша задача, чтобы сеть развивалась правильно, поэтому вы получили, как по мне, прекрасный совет директоров. Посмотрим, насколько они справятся, я надеюсь, что справятся, подведем итоги в июне, если нет, будем идти дальше. Окей, мне пишут, что плохая связь, поэтому поставьте еще раз, нас уже 67 человек, от 1 до 10, как видно меня, как слышно, чтобы понимать, что мы движемся в правильном направлении. Хорошо, я думаю, наш директор Эворд Украина немножко, он ошибся, что у него что-то с интернетом, поэтому движемся дальше. Итак, давайте немножко сейчас посмотрим, что такое компания Эворд Нетворк. Во-первых, она является одним из флагманов корпорации, то есть она является не самой важной, так как нет самой важной в нашей корпорации, есть идентичные компании, которые важны по-своему. Поэтому каждому, скажем, стоп-менеджменту с каждой компанией, например, как Эворд Нетворк, как компанией Эворд Медиа, как компанией Эворд Технологи, как компанией Эд, Эворд Кюбе, отношусь действительно ровно, потому что оно является общим объединением всех компаний. Меня спросили, Максим, будет ли компания Эворд Нетворк через 7 лет? Я думаю, что будет, но она будет совсем другой. То есть я повторяю еще раз то, что я объявил в Риге, в Латвии, если вам еще это не передали, что с дня рождения компании, которые, да, то мы вам скажем, к концу этого года откроем возможность покупки билета. Об этом я буду говорить в следующем вебинаре, но это будет приблизительно 7-11 июня, то есть первый месяц лета. Да, это будет день рождения компании, то есть это будет 3-4 дня, не более, скорее всего, больше 3 дня. То есть мы просто отметим, встретимся и поедем дальше работать, да. Так, но при этом всем сразу же говорю, что после дня рождения компании прибыльность кейсов будет уменьшаться на 20%. То есть если сегодня мы имеем на самом большом кейсе на 21 тысячу евро с прибыльностью чистой 111%, то есть само собой с июня месяца она будет на 20% менее, то есть 91%. Я считаю, что это было правильное принятое решение мной после совета нашего отдела финансовой безопасности. Я думаю, что вы сами понимаете, что это тоже облегчит работу нашей компании, потому что космические проценты давать крайне сложно, поэтому кейсы мы уменьшим на 20%, но при этом гарантирую вам еще больше стабильность. У вас сейчас 71 человек, скажите, пожалуйста, ваше решение, в любом случае оно не будет меняться, но в любом случае хочу сказать ваше мнение по этому поводу, где 10 это вы согласны, что это здорово, 9 это не так хорошо, 8, 7, 6 и 1 вы с этим полностью не согласны и после этого уйдете в другую компанию. То есть это будет пакет после, да, седьмого на шестого, то есть те, которые до этого будут, скажем, так, как есть, то есть мы уменьшаем просто с каждым годом на 20%. То есть спокойно пишите здесь, 72 человека, я приму каждое ваше мнение, считаю, что это будет правильно тоже услышать всю сеть, при этом все, ну, как бы я вас предупреждаю и наперед, что из этих полгода и напоминаю, что не переживайте, что все начнут скупать все кейсы в мае, такого не будет, потому что стоит лимит, поэтому он рассчитан, а то количество, которое мы готовы и рассчитываем продать до дня рождения компании, поэтому в любом случае вижу, что оценки с вашей стороны достаточно хорошие. 9, 10, 10, 10, 9, то есть я считаю, что вы прекрасно понимаете, что это очень правильная вещь, которую мы сейчас делаем для будущего компании, для ее развития, делая таким образом более стабильно ее и выделяя еще больше, естественно, стабилизационный фон, потому что вы прекрасно должны понять, что данные проценты просто сумасшествия большие, и наша задача эти проценты как бы давать стабильными и много-много лет, а не просто 2-3 года заработать, а потом, как знает, как заканчивается, многие будут, в будущем многие компании. Ну, хорошо, что вы реагируете так хорошо, я этим очень рад, поэтому напоминаем, что компания Network имеет революционную идею, которая состоит впервые в мире, потому что есть разные компании, которые работают только с медиа, только с IT-технологиями, только с сетевом маркетинге, мы это все полностью объединили. Объединили. Я знаю, не знаю ли вам уже пришли на ваши письма, коды или смс-ки, потому что отправили уже боксы первую партию, вторая партия будет отправлена сразу же после Нового года, то есть к 15 января, то есть эти боксы начинают выезжать, поехали в Россию, насколько я знаю, по Украине, в Польшу, в Германию, в Казахстан, в Узбекистан, в Азербайджан и в Турцию. То есть это то, что я знаю, куда они уже выехали. Дальше будем досылать, само собой первая партия самая маленькая, поэтому понемножку будем развиваться дальше. Напоминаю, что пока что мы не ставили обязательства по просмотру, поэтому пользуйтесь этой возможностью и после, скажем, Нового года будет объявлен определенно новый промоушен, который будет, посмотрим какой, не знаю ли он сразу будет объявлен, не сразу будет объявлен, но возможно я сейчас сделаю какой-то такой новогодний промоушен. Промоушен для тех, которые купят кейсы с 30 декабря по 7 января, то есть когда люди, которые не будут отдыхать в это время, когда они абсолютно не хочется работать, за определенные кейсы будут получать определенные подарки. Возможно, а возможно нет, возможно сделаю уже с февраля месяца, как я обещал, посмотрим. Поэтому о промоушенах, которые мне пишут, спрашивают, когда они будут, будут ли, возможно будут, но вы должны понять, что чем больше промоушен, тем больше тратит компания, поэтому здесь нужно все очень тщательно считать. Окей? Хорошо, друзья, давайте поехали дальше, посмотрим еще немножко о самой рекламе. Я не буду здесь смотреть, вам цитировать определенные данные о Супер Боуле, думаю, что вы это сто раз уже слышали, но вы должны понять, что очень важно, это тотальный охват целевой аудитории. То есть на самом деле мы имеем определенный охват, где именно. Мы его имеем как на публичных местах, и сейчас вице-президент Богдан Куставчук летает в Лос-Анджелес, который будет там делать определенный менеджмент по экранах, будет делать отчетность тоже для нас всех, для того, чтобы видели, что мы работаем, и что мы показали результат не самый большой сейчас, для тех, которые полетели на промоушен, видите, мы ничего не играли, не выдумали, показываем все как кейс по факту, увидите прогресс наш за полгода в любом случае, также увидите прогресс здесь, на нашем офисе в Риге, возможно, некоторых мы будем приглашать по одному, посмотрим, я не знаю еще это, но увидим, есть планы, есть сведения, я не буду их наперед говорить, создавать, потому что нужно по факту все правильно продумать. То есть, знаете тоже, что есть 7 кейсов у нас, и есть одна еще, возможно, хорошая новость для тех, которые покупают кейсы за 21 тысячу. Есть определенное видение, предложение, которое мне сделали, я выставлю на совет директоров, передам это председателю совета директоров Леву Рыжкову, чтобы на рассмотрение, чтобы на кейс VIP убрать такое большое количество часов просмотров до минимума, и больше там поставить экранов стоимость, чтобы эти люди, которые покупают VIP, не были обязаны посматривать телевидение. Не знаю, посмотрим, так ли это будет, просто вам говорю то, что я планирую передать на рассмотрение совета директоров, и пусть они принимают решение. Так что, как-то так, я что-то решил, вспомнил про этот кейс, поэтому, ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что будем развиваться дальше, потому что кейс, на самом деле, есть очень много, есть кейсы за 500 евро, есть кейсы за 750, и за тысячу, полторы, четыре, пятьсот, девять, двадцать, одна. На данный момент времени мы не будем ничего менять, и маркетинг тоже меняться не будет, то есть, до дня рождения компания работаем в штатном режиме, то есть, есть просто активация бэк-офиса для создания сети за 90 евро, и таким образом будем двигаться дальше. То есть, я вижу правильную тенденцию, я уверен в том, что я делаю, и радуюсь в том, что вы поддерживаете настолько сильно меня. Я знаю, что мы делаем правильные вещи, я знаю, что вы видите в этом большую перспективу. Я вижу ваши старания, вашу работу, которую сейчас делают многие лидеры, особенно хочу отметить Игоря Авдеева, который очень серьезно движется вперед. И также хочу поздравить сегодня с закрытием очередного ранга, при этом всем, что данный ранг, ну, достаточно уже солидный в компании. Ой, извините. Вот, при этом всем, он был закрыт на Рождество, когда все люди праздновали. Данный уже лидер, топ-лидер, человека, которого выбрали вы, члены совета директоров, Тарас Карбашевский, закрыл ранг международного директора. Я думаю, что если ему еще не начислилась премия, она начислится до конца вебинара, или до полуночи, и получил премию 4500 евро. Поэтому, друзья, я хочу вас поздравить, чтобы его поздравили оценками, десяточками, двенадцать очками, что с тем рангом, который он закрыл, ранг международного директора. Очередной большой ранг, я, Тарас, поздравляюсь с этим. Ты большой молодец, ты очень быстро, ты делаешь очень быструю карьеру, пока самую быструю, которую кто-либо делал в компании. И это серьезный показатель, как бы там кто ни говорил, это очень, он очень большой молодец, и Тарас, тебе с этим искренне хочу поздравить. С закрытием очередного ранга желаю тебе, чтобы ты закрыл следующий ранг еще быстрее, чем этот. Буду очень для тебя, за тебя очень буду рад. Окей, то есть, хорошо, партнерская программа, я думаю, не буду сейчас здесь останавливаться, то есть, вы, в принципе, умеете это все правильно говорить. Девять линий, от семи до двух процентов, каждая линия открывается в зависимости от рангов, которые ранги, вы тоже знаете, не будут тоже повторять, собственно. И хочу в самом конце сказать, что мы работаем по всему миру, это факт уже подтвержденный, и при этом всем я жду от совета директоров планирования первого квартала, то есть, с января по конец апреля, правильно, нет, до начала апреля, пердон. Посмотрим, они вынесут это на корпоративный совет, будем принимать решение. Также, в любом случае, я уверен, что будет уже определенный план действий, который будет. Также, параллельно, я думаю, что кроме мероприятий компании Эвертнетворк, также будут мероприятия компании, не компании, а корпорации, и вы увидите, каким образом корпорация также продает свой продукт. То есть, данная, скажем, систему продаж продукта через презентации делали некоторые компании, но мы попробуем вернуть их практику, усовершенствуя их. То есть, это будет способ работы достаточно новый, сейчас мне прописывают его, как он должен будет выглядеть. И здесь будет продавать корпорация непосредственно свой продукт. То есть, будет продавать своих пять, скажем, самых главных компаний, а именно, это будет Эверт Куб, социальная сеть, Эверт Медиа, да, Эд, компания Эвертнетворк будет, как бы, делать презентацию всей корпорации, чтобы вы видели, как продает компания свои, как бы, бизнес-направления и свои продукты конкретно прямому потребителю. То есть, вы, как, скажем, филиар, часть компании Эвертнетворк, работаете в строе сеть, а корпорация будет делать тоже определенный способ продажи определенного продукта. Сейчас мне тоже очень интересно, как пропишут нам специалисты, которые, с трех стран специалисты, пишут нам эту программу. И я надеюсь, что уже, возможно, даже в конце января мы сделаем первую продажу корпораций, где будет продажа непосредственно развития компании. Вы будете тоже свидетелями, что мы продаем наш, мы ищем наш рынок не просто в сетевом маркетинге, а тоже рынок совсем другой. Я, конечно же, начну это делать в Европе. Это будет сразу, вам говорю, на английском языке только. То есть, мы, потому что видим рынок, который мы будем продавать, это Европа и Соединенные Штаты Америки, поэтому вы сами должны понять, что там больше прибыли. Пока что СНГ туда близко не входит, потому что невыгодно нам, нет смысла нам искать там свой рынок избыта, учитывая то, что мы находимся в главном офисе в Евросоюзе, в Риге. Поэтому, друзья, ну вот как-то так, маленькие новости для вас. На самом конец я бы хотел вам сказать, чтобы вы понимали для себя, что каждый день, который вы имеете, это определенная борьба. И тоже очень важно уметь не искать своего права, не искать свою справедливость, а быть одной командой. В любом случае, я знаю, что многие из вас имеют определенные сложности и трудности. Возможно, с деньгами, возможно, с потерей определенной репутации, возможно, с какими-то даже переследованиями, еще другими вещами. Но знайте, что вы движетесь в правильном направлении, что вы находитесь в правильном месте, с правильными людьми, и каждый день мы встречаемся с вами и строим с вами невероятную историю. Историю конкретного успеха. Историю, когда мы с вами рисуем картину, на которой нарисована не просто ваша, но и моя жизнь тоже. И как вы видите, каждый день, каждую секунду я это переживаю, потому что я знаю и верю в то, что вы каждый не просто какой-то либо левый человек. Я знаю, что каждый из вас является особенным и не просто так попавшим. Потому что нет совпадений в этом мире. Я уверен, что Бог послал вас в мою жизнь для того, что мы вместе построили то, что каждый из нас имеет в мечтах. Иметь определенное видение, определенное, скажем, получить реализацию, определенное получение успеха к тому и к тех целей, которые мы себе раньше поставили. Я конкретно вижу тоже вещи, которые происходят вокруг нас, которые, возможно, на первый взгляд меня бы испугали, но я знаю, что мы сильные. Мы сильные и мы движемся в правильном направлении. Я знаю, что каждый из вас, несмотря на то, что имеет сложность, умеет сказать «нет» и знает, когда нужно сказать «да». Я знаю, что каждый из вас прошел жизненный путь, прекрасен по-своему, и каждый из вас имеет свою правду, которую мы объединим и создадим еще более правильную ментальность, которая будет называться ментальностью «эвор». Я знаю, что дальше в будущем будут как «эвор», и будут копировать наш «эвор», при этом мы создаем определенный стиль, эпоху, которая выводит сетевой маркетинг на новый уровень. Не просто сетевой маркетинг, IT-технологии, услуги для населения и другие бизнес-направления. Это не просто амбиция, это то, что мы осуществляем, несмотря на все сложности, которые у нас есть сегодня. Поэтому, друзья, соберитесь, входите в Новый год с радостью, но при этом все, продолжайте делать себе карьеру, продолжайте делать с нами вашу историю, держась за руки вместе и двигаясь только вперед, потому что я верю и знаю, что каждый из вас, он просто невероятен и просто совершенен. Сейчас же я хочу, чтобы вы дали вопросы, которые у вас есть. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, чтобы вы их задавали непосредственно мне, не дергайте других, когда я говорю с вами, потому что отмолчитесь, а потом спрашивайте своих вышестоящих спонсоров. Поэтому я к вам выхожу на связь, для того, чтобы вы спрашивали непосредственно вопросы у меня. Окей, Максим, пожалуйста, повторите, до какого числа промоушен на пакеты? Если по определенной программе, которую я думаю, чтобы я не увидел это громко, это до 31 декабря. Дальше этот промоушен закрыт. Следующий вопрос, друзья, жду от вас. Не стесняйтесь задавать вопросы. 78 человек, я считаю, очень неплохо после Рождества. Хорошо у нас нас собиралось. Особенный привет хочу передать Ростику с Одессы. Я, Ростик, сегодня как-то с утра думал о тебе. И я думаю, что ты в семнадцатом году сделаешь невероятную карьеру в компании World Network. Как-то я верю в твой огромный потенциал. Я знаю, что люди, которые бьются в одно место, потом получают очень большие результаты. Невероятные результаты. Поэтому, Ростик, если ты меня смотришь сейчас, я тебе даю большой привет, и я очень в тебя верю. Не падай духом, Ростик. Ты сильный. Я знаю, что у тебя получится, и ты будешь иметь большой результат. Не падай духом. Был определенный промоушен. Маргарита, спросите, пожалуйста, у вышестоящего спонсора, чтобы я не говорил сейчас это публично. Спасибо, Ростик, за твое доверие. Я хочу сказать, что Ростик был с самого начала, и, Ростик, ты тоже имеешь свой значок, который лимитированная версия, несмотря на то, что ты не приехал, потому что ты имел свои сложности, зная какие. Значок твой от компании World Network, он есть в первых сто, который эксклюзивная версия, он тебя ждет. И также, конечно же, книжечка записная от Everth. Касательно изменения файлов и презентации, Виктория, вы свяжитесь, пожалуйста, с Сергеем Трахимовичем, который вам сможет помочь это сделать в том формате, в котором вы, собственно, и нуждаетесь. Возможно, есть еще какие-то вопросы, буду рад вам ответить на них, в любом случае. Не за что, Ростик, не забыл я тебя, по-моему. Маргарита, как я сказал раньше, первую часть денег на выплату мы имели благодаря определенному резерву, которого я должен был делать еще летом и в сентябре, получается, это начало осени. Сейчас же мы получили предоплату по некоторых уже наших рекламодателях, которым мы подписали контракт. То есть, с Нового года вы увидите их ролики на нашем Everth. Как на наших боксах, на ваших приложениях, так же на экранах в США. Это Лос-Анджелес, это Сан-Диего и, внимание, до 500 автомобилей Uber, которые нас используют за это, за трафик, который, как бы я получил предоплату, потому что я знаком с владельцами данных компаний. На данном этапе это достаточно на то количество кейсов, которые мы лимитировано продаем. Учитывая паузу 60 дней, мы успеваем эти деньги обрабатывать. Это ответ на ваш вопрос, Маргарита. Если вам достаточно данный ответ на ваш вопрос, поставьте, пожалуйста, 10. Задавайте, пишите, чтобы было больше времени. Еще есть пару минут для вас, чтобы уделить вам время, чтобы вы могли спросить у меня, а я вам ответил. Это будет очень хороший опыт. Если есть, конечно же, вопросы. Если нет, тогда мы будем заканчивать сегодняшний вебинар. В любом случае, я надеюсь, что вы прочувствовали мой настрой. Я рад, что вы чувствуете и присутствуете со мной. Хочу еще раз передать привет совету директоров с председателем Олегом Рыжковым. Хочу передать привет вице-президентам. Хочу вам всем пожелать еще раз входить в Новый год. В Новый год с Божьей помощью, с вашими семьями. И помнить, что мы только начинаем творить историю. Поэтому, друзья, спасибо вам огромное. Спасибо вам за ваше доверие. Я вам желаю получить больших результатов. И желаю вам получить больших премий. Я уверен, что мы действительно создаем будущее. Потому что мы не обещаем. Мы просто делаем. Всего вам хорошего. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо, что вы есть в моей жизни. Всем пока.